О том, что лето заканчивается, нью-йоркцам обычно напоминает ежегодный открытый чемпионат США по теннису. Это такая же неотъемлемая часть Нью-Йорка, как рождественская елка в центре Рокфеллера. Это очень нью-йоркское событие. Оно происходит каждый год в конце лета. Нужно проехать всего несколько остановок на метро из Манхэттена в Клинс, чтобы увидеть игру главных теннисистов мира. А также там собираются знаменитости, тысячи любителей тенниса. Это большое народное гуляние. Народное гуляние началось еще за несколько дней до начала турнира. Ассоциация США по теннису построила в Нижнем Манхэттене корт и пригласила юных спортсменов настроиться на те радости, которые ожидают всех на следующей неделе. Мне нравится играть в теннис, потому что он помогает мне преодолевать застенчивость. Я очень застенчивая. Но когда я играю, когда я на соревнованиях, я знакомлюсь со многими людьми. Ассоциация США по теннису запустила сайт в интернете NetGeneration, где дети от 5 до 18 лет могут все узнать об этом виде спорта и даже найти себе тренера. В создании сайта принимала участие Джи Джи Фернандес, известная американская теннисистка. Я обожаю выигрывать, обожаю соревноваться, состязаться, стремиться к цели, достигать. А если проигрываю, я принимаю поражение и продолжаю стремиться к цели. Теннис меня многому научил. Мне повезло, у меня была замечательная карьера в спорте. И теперь я могу делиться своим опытом с другими. Главная интрига в этом году – Рафаэль Надаль против Роджера Фидерера. Американка Сирина Уильямс в турнире участие не примет из-за беременности. За семейное имя поборется ее сестра Винус. А Мария Шарапова вернется на американские корты. Она была отстранена от участия в турнирах за допинг. Ее также преследовали травмы. Случай с Марией Шараповой – это больше, скажем так, оплошность, невнимательность со стороны Маши и ее команды. Потому что запретили препарат первого в конце 2015 года, а в 2016, в январе, ее, можно сказать, поймали. И она не знала о том, что его запретили. Поэтому это, скажем так, больше как безалаберность со стороны Марии. Проблема допинга в теннисе так остро не стоит. У нас нет таких громких случаев, чтобы ловили, как в других видах спорта. Открытый чемпионат США по теннису в этом году примечателен еще одной чертой – своим рекордным призовым фондом – более 50 миллионов долларов. Победители турнира в мужском и женском одиночных разрядах каждый получит гонорар в размере более 3,5 миллионов. Но спросите любого спортсмена-участника турнира. Когда он выходит на корт, думает не о гонорарах. Конкуренция очень высока, все хотят сыграть здесь очень хорошо. И всегда действуешь от матча к матчу. Я не стараюсь загадывать, что я хочу войти в четвертьфинал, в полуфинал. Мне хочется сыграть, именно показать хорошую игру и от матча к матчу настраиваться к следующей игре. Чемпионат проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Виктория Купченецкая, Майкл Эккелс, специально для настоящего времени Америка из Нью-Йорка.